Омар Ромай Девушка по имени Судьба А также Луису Кулиок Авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Марии Виктория Менис В главных ролях Ливиана Саконе, Норберто Диас, Роберто Ибанес, Juan Vitalи, Cecilia Maresca, Alfredo Iglesias, Noemi Morelli и другие В фильме также снималась Вирхиния Элаго Художник-постановщик Рубен Греко Музыка Серхио Вильяра и Марсела Альвареса Музыка Серхио Вильяра и Марсела Альвареса Режиссер Форхе Монтерро Режиссер Форхе Монтерро Режиссер Форхе Монтерро Режиссер Форхе Монтерро Сегодня развлекаемся Я больше не могу, пойду искать его Милагос, пожалуйста, успокойся Он мне сказал, что хочет остаться один Нет, нет, я не могу больше, скоро вернусь, хорошо? Я пойду с тобой Нет, дорогой, останься здесь Так будет лучше Прости меня, не хочу вмешиваться в твою жизнь Тем более в твою будущую свадьбу Но дай Августа разобраться во всем самому Но он... Я знаю Но ему будет лучше, если он почувствует себя настоящим мужчиной Но я боюсь Именно в этом-то и дело, дорогая Мелагрос Ты должна контролировать свой страх А Августа необходимо немного больше свободы Увидишь, с ним ничего не случится плохого Трактирщик, еще стаканчик быстро Вот, пожалуйста О, кого я вижу, посмотри-ка Кто-то за тем столом Джентльмэнт, который спешит Он не только спешит Он нуждается в хорошей палке Это здорово, он слеп, как крот А такого строит из себя? Оставьте меня в покое Спокойно, сынок Если хочешь выпить чего-нибудь, иди в больницу Так будет лучше для всех Такие места, как это, не подходят для убогих Хватит Оставьте его в покое Стыдно то, что вы делаете А ты кто такой, чтобы читать нам мораль? Да ты просто полумертвый от голода Думайте, что говорите А иначе я не пожалею вас Как вы не жалеете его Пойдем, Хуансита Милагрос Август Август Мужчина Он солдат Сумеет разобраться сам Да, возможно, ты и прав Конечно, прав Поэтому постарайся успокоиться И жди его Он придет с минуты на минуту А мы должны идти в редакцию Мне сообщили, что есть новости Идем, дорогая Конечно Мы вернемся как можно скорее Подожди его здесь Он вернется вот-вот Я подожду его Но недолго А потом пойду искать Не хочу, чтобы из-за меня с ним Что-нибудь случилось Слушай меня Выбрось эти мысли из головы Пойдем Я все ясно объяснил? Мы не кретины, не глухие А знаешь, что тебя ждет? Послушай Несуй свой нос куда не надо Если не хочешь получить как следует А что до тебя? Не хватит, я сказал Давайте Давайте Ну же Уходите Вон отсюда, я сказал Убирайтесь Мы еще увидимся Спокойно, они ушли Убежали Убежали Спасибо Спасибо Меня зовут Августа Августа Монтилио Еще раз спасибо Очень приятно Но я должен уйти Но сначала Я хотел бы вас угостить За вашу помощь Нет Извините Я спешу Мне жаль Мне пора идти Останьтесь, друг Не заставляйте просить вас А после такой победы Надо бы ее отпраздновать Трактирщик Две Можжевеловки Садитесь Спасибо Трактирщик Трактирщик Знаете что? Ваш голос Мне Напоминает Кого-то Одного из ваших друзей Нет Напротив Врага Которого я ненавидел Всеми силами души Но который должен признать это Заслуживает Моего уважения За благородство души И мужество По вашим словам Можно сказать Что он больше не является Вашим врагом Может быть Губернатор пал Многое изменилось И если бы я Его сегодня встретил То вел бы себя с ним по-другому Уверяю вас Тогда Выпьем за здоровье Вашего Бывшего врага Кто-нибудь есть здесь? Добрый день Добрый день, сеньора Что могу сделать для вас? Я разыскиваю Одного человека Его зовут Катриэль Катриэль? Да Мне сказали, что он работает у вас Разве не так? Да, верно Катриэль работает у нас Спасибо, сеньора Вы сказали, что если бы вернуть в прошлое То все было бы по-другому Иначе Да Но, к сожалению, это невозможно Не всегда бывает так Иногда жизнь дает возможность Да, это так Жизнь и страдания Учат многому И меня не научили многое видеть по-иному Хотя я и слепой Знаете, мой друг Я недавно только живу с этим несчастьем Раньше я был неплохим офицером Лейтенантом Человеком с обеспеченной карьерой Но тогда я не был объективным Я видел только то, что было Перед глазами А сейчас По-другому Да Совершенно по-другому Я верю вам Верю вам, Августо Несчастье заставляет ценить мелочи жизни Запах цветка Заходящее солнце Общество друга Друга С тех пор, как со мной Случилось это несчастье И я потерял зрение Мои другие чувства Обострились Мне не нужно больше смотреть Человеку в глаза Чтобы понять Что он мой друг Вам лучше? Да, спасибо Расскажите мне о Катриэле Вы его подруга? Родственница? Гораздо больше Где я могу найти его? Я должна срочно поговорить с ним Он скоро вернется Пошел за покупками в город Спасибо, я пойду поищу его Нет, это бесполезно Простите, не знаю, что вы хотите ему сказать Но я знаю, что он скоро вернется И вам лучше подождать его здесь Правда, послушайте меня Здесь? Да Проходите Предупрежу господ Хозяйка Тут спрашивают Синьора Луси Спасибо, можешь идти Могу я чем-нибудь вам помочь, сеньорита? Нет, спасибо Мы подруги Луси И хотели бы поговорить с ней Луси нет дома Я могу ей передать Мы должны лично переговорить с ней Это семейное дело Мы вернемся позднее Вы видели, как они говорили со мной? Не обращай внимания Это такие мелочи Конечно, ничего особенного Не обращай внимания Спасибо Должно быть для вас действительно важно увидеть его Да, очень важно Скажите Он хорошо себя чувствует? Сейчас да Сейчас гораздо лучше Катриэль так мучился Но, к счастью, в конце концов Он решил Примириться с миром Я хотел бы знать Как бы вы вели себя Если бы судьба вновь свела вас С вашим заклятым врагом И если откровенно То я попросил бы его Не убивать меня Не убивать? Да Он имеет право думать Обо мне очень плохо Значит, вы больше не ненавидите его? Нет, я изменился Жизнь изменила меня Однако Он этого не знает У меня нет возможности Сказать ему об этом А может быть Он продолжает ненавидеть меня Но он никогда не сможет найти меня Потому что человек О котором мы с вами говорим Умер Посмотри Может быть, среди этих? Хорошо Сеньор Сандаваль Вот заголовки завтрашнего номера Хотите взглянуть? Да Дай-ка посмотреть Ну что ж, хорошо Что-нибудь случилось, пока нас не было? Ах, да Один мужчина Приходил несколько раз И спрашивал вас Сеньор Сандаваль Вот как? Кто он? Не сказал, что ему нужно? Нет Он ни о чем не просил Даже имени своего не сказал Сообщил только, что это будет сюрприз Сюрприз? Ну, кто это может быть? Спасибо А что бы вы сказали, если бы я сообщил вам Что встреча с тем человеком не так уж невозможна? Подумал бы, что говорил со священником или пьяным Нет Ни то, ни другое Что-то мне подсказывает, что тот человек может сегодня выслушать вас И понять Как можете быть, вы в этом уверены? Потому что тот человек перед вами Я Катриэль Вы? Неправда Не может быть Прошу вас, Августа, успокойтесь Все хорошо Уверяю вас, все хорошо Но я Я думал Что я умер Да Все так думали Как это возможно? Мне удалось спастись от смерти Я жив Но Мелагрос погибла Да, Мелагрос Мелагрос Мертва Никто не может с этим примириться Никто не может забыть ее Ее смерть Это трагедия Это страшная потеря Для всех Не могу оставаться здесь Августа не возвращается И я должна пойти искать его Ну ты не делай Из этого трагедии, доченька Еще не так поздно Выпьем чай А тем временем Вернется Паула И вместе решите, что делать У меня плохое предчувствие Мне тяжело Я думаю, что Ты преувеличиваешь Доченька Паула прав Ты должна дать Больше свободы Своему будущему мужу Он должен привыкать К самостоятельности Августа прилагает Огромные усилия Он учится Учится Жить по-новому Он Ищет Самого себя Когда Мелагрос умерла У меня исчезло Желание жить Да Смерть Мелагрос Была ужасна Для всех нас Я знаю И буду оплакивать ее До конца моих дней Ее смерть Заставила меня Переоценить многое Я думал О моей жизни О карьере Я говорил С моими родителями А потом Ушел из армии И вы хорошо сделали Скажите Августа Как с вами случилось Это несчастье? В бою В те ужасные дни восстания Взрыв произошел у меня Прямо перед глазами Это ужасно Да Это было ужасно И только Благодаря Заботам моей матери И отца Я выжил Конечно Как поживают Мои дорогие Энрике И Рассаура Хорошо Мой отец И моя обожаемая матушка Живут хорошо Благодарение Богу Дорогая моя Рассаура То, о чем ты всегда мечтала Превращается в действительность Августа Скоро женится на Мелагрос Поэтому я здесь Мне нужна твоя помощь Ты можешь Сделать так Чтобы наши дети Были счастливы Оттуда с небес Рассаура Ты меня можешь Услышать Конечно Несчастный мальчик Ужасно себя чувствует Однако Он вел себя Поистине Как наш сын Если Мелагрос Отказала ему То у нее Были на это Свои основания Но она Не подумает Плохо О нашем сыне Спасибо И сейчас Я лишь тень Того человека Которого вы знали Я понимаю вас Августа Но никто Не остается Прежним Жизнь Жестоко Проверяет нас Испытывает Скажу больше У меня появилась Жажда жизни Благодаря Моей дочери У вас есть дочь? Да Девочка Самая лучшая В мире Ее зовут Айлен Она все Для меня Какая странная Это жизнь Вы стали Отцом Значит Вы женаты? Нет К сожалению Моя жена Умерла При рождении Ребенка Простите меня Сейчас я понимаю Почему Почему моя дочь Так дорога мне Ты у меня Самая дорогая Любовь моя Скорее расти Становись большой И сильной Люби людей И будь Мужественна Как твоя бабушка Как твой прекрасный отец Драгоценная Ты моя Солнышко Ты мое Нет Сеньора Только поговорив С Катриэлем Я найду в себе силы Сказать вам Что нас объединяет Поэтому Прошу вас Не спрашивайте Пока ни о чем Хорошо Я не знаю Что вас Объединяет С Катриэлем Но вижу По вашим глазам Что вы Искренне Со мной В вашем взгляде Печаль Ах Сеньора Пойдемте-ка Со мной Здесь Есть кое-кто С кем Вам будет Приятно Познакомиться Что-то я не понимаю Два стаканчика Можевеловки Почему вы не вернулись Почему вы исчезли Почему вы оставили имение И всех ваших друзей Я думал Что подвергну их Опасности Если останусь там А кроме того Я был так подавлен Думал Что оставшись Заставлю их всех Страдать Поэтому я не вернулся Понимаю Ужасное положение Вам не хотелось Больше жить Да Я был как живой труп Но это прошло К счастью А сейчас Что вы будете делать У меня дочь Благодаря ей Я вновь среди людей Она меня вернула к жизни И видите Я сижу с вами И Говорю о прошлом Теперь все хорошо Он живет здесь? Да Это его фургон Здесь его вещи Все как видите Просто И здесь его самое дорогое Его обожаемая дочь Я о ней ничего не знала Это единственное Что его удерживает в жизни Его девочка Его дочь Его дочь Боже мой Его дочь Как она красива Как она красива Прекрасная девочка Можно взять на руки? Конечно Конечно Дорогая Дорогая моя Я не знала Что у Катриэля дочь Как ее зовут? Айлен 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 Ну конечно Ведь она индианка А ее мать Где она? Жена Жена Катриэля Умерла вскоре После ее рождения Боже мой И как же Катриэль Остался один И воспитывает Это невинное существо Пока я ему В этом помогаю Несчастный Катриэль Один Совершенно один Как его мать Заслуга моей дочери Что я могу вспомнить Прошлое То прошлое Которое я хочу забыть Понимаете? Да Мой отец Всегда говорил Чтобы смотреть вперед Надо уметь Глядеть и назад Ваш отец был прав Я больше не буду прятаться Найду моих друзей Узнаю как они Как они живут Я могу вам кое-что сообщить Если хотите Мариана и Камила Женились Камила? Это действительно хорошая новость А ваша свадьба с Лусией Уже назначена? Нет Мы были обручены Но разошлись Уже давно Лусия Вышла замуж За Пауло За Пауло Редактор газеты Это чудесно Я очень доволен Пауло Один из моих лучших друзей Да Хочу увидеть его Мне нужно его увидеть Хочу, чтобы все увидели меня Я стал таким же, каким был раньше И хочу жить Кажется, эта баловница не собирается засыпать Но все равно пойдем перекусим вместе Я не голодна Уверяю вас Даже если я не голодна, все равно должна питаться Но вы же видите Постарайся для твоей дочки Если не будешь достаточно есть У тебя пропадет молоко Она смысл моей жизни Моя дорогая Значит, вы знали мать Катриэля? Я ее очень хорошо знала Прекрасная женщина Жизнь жестоко с ней Обошлась Если так Тогда вас, наверное, заинтересует То представление, которое мы собираемся показать Простите, не понимаю Это драма, которую написал Катриэль Это история исключительной женщины История его матери Представьте себе Не так-то легко было вернуться назад во времени И в то, что происходило Но это Судьба определяет наши пути И никогда нас ни о чем не спрашивает Не объясняя ничего Время — это тиран Катриэль С ним невозможно прийти к соглашению Это правда Но людям дана возможность Раскаяния Возможность исправить сделанное И начать заново Верно Возьмите нас, например Вот мы с вами дружески беседуем А еще вчера Были двумя Заклятыми врагами Кто бы мог представить Я остался один С дочерью И вы, Августа, так Трагически пострадали Вы готовы? Да Начинаем Рассказывают Что в начале этого века Одна молодая Красивая и смелая женщина Вернулась из далекой Европы Чтобы повидать места Где прошло ее счастливое детство Она любила сельскую жизнь Ее привлекала природа Поля Помпасы Солнце Но Когда она вернулась в родные края Ее ждало там разочарование И благородные люди И крестьяне Которые знали ее еще ребенком Осуждали ее За ее стремление быть свободной Независимой женщиной Общество не принимало ее Поскольку она не вела себя Как следовало даме Ее происхождение Я уже привыкла ко всему этому Еще в детстве считала себя неисправимой бунтаркой Но в этот раз Все, кого я любила Все дамы И господа Перешли Всякие границы Тем хуже для них Что они не могли понять Что я сама хозяйка Моей жизни И что я готова бороться Никто не мог навязать мне свою волю У меня были свои идеалы И я хотела осуществить их Я хотела счастья Я боролась за него Боролась за то, чтобы быть счастливой Впервые в жизни Счастливой Хорошо Молодцы Я надеялась Но сейчас знаю Что те слова не были сказаны В мою честь Катриэли их сказал в память О своей обожаемой Асуньсион Но знаешь, что я тебе скажу, малышка Если я прислушаюсь К голосу сердца И сильно-сильно закрою глаза То мои чувства выльются В эти слова И тогда я начинаю верить Что Катриэль написал их для меня И что, несмотря ни на что Он простил меня А я всегда была коварна И несправедлива к нему Итак Вы простили меня, Катриэль? В этом мире у меня нет больше врагов Августа Я простил всех И надеюсь Что все Простили меня Кровь здесь стекла рекой Погибли многие Совершенно невинные люди Боль Сделала наши сердца глухими И разрушила все наши Мечты Августа Эта встреча Позволила мне узнать нового человека Что случилось? Выйдем вместе Куда вы хотите пойти со мной? Вы не хотите увидеть ваших старых друзей? Ну, конечно, хочу Я знаю Где можно найти сейчас Лусию И Паула Но я уже был в газете И Паула там не нашел Я знаю, где он работает в этот час И если вы согласны пойти со мной То вы получите возможность Обнять вашего старого дорогого друга Как вы думаете? Великолепно Я счастлив Милагрос, не будь такой упрямой Август вот-вот вернется Не делай из этого трагедии Я не могу не нервничать Август уже ушел несколько часов назад Я не могу сидеть сложа руки Я понимаю Но ты ничего не решишь, если уйдешь вот так Даже не зная, где искать его Лусия сказала, что оставила его в таверне Поэтому мне там скажут, где он Послушай меня Подумай Ты не можешь относиться к Августа Как к ребенку Ему будет больно Я вам сказала, что у меня предчувствие Сейчас я уверена, что Августа в опасности Но если так Я не могу помешать тебе искать его Но будь осторожна, Милагрос Старайся не делать глупостей Хорошо, Маргарита Я доверяю вам, Асунсьон Скоро вернусь Нет, не пойдет Необходимо более тонкая шаль А ты должен загримироваться, как Арманда Для пролога Ах, драгоценность ты моя Наш Катриэль слишком запаздывает Простите, Августа Скажите мне, как найти Пауло и Лусию И я доберусь один Ни в коем случае Ни за что на свете Я не хочу отказаться от того Чтобы присутствовать при вашей встрече Возьмем извозчика Сеньора Пойду поищу повозку Я должна найти его Не могу больше ждать Не знаю, что и сказать вам Действительно странно В это время Катриэль должен был вернуться Он должен был еще Расклеить афиши о представлении И вернуться к началу репетиции Послушайте, если он вернется Прошу вас Скажите ему, чтобы он никуда не уходил Скажите, что одна несчастная женщина Хочет поговорить с ним Пусть он подождет меня Обещаю вам И позаботьтесь об этом ангелочке Спасибо Спасибо за все Спасибо за все Одного я не понимаю, Августа Паула живет рядом Зачем же нанимать извозчика? Я знаю Но видите ли Я уверен, что в это время Его нет дома Паула сейчас работает там Где был когда-то Гонсало Линч Как? Да Луси и Паула Занимаются наследством Гонсало Линч После его смерти Гонсало умер? Да Сразу После падения правительства Его расстреляли Думаю, он заслужил такую смерть Понимаю Ну тогда Пойдемте? Да Еще немного терпения И вы обнимете ваших друзей Довольны? Подождите меня здесь Я скоро вернусь Подождите Гонсало Линч Поверь мне Каждый день таскать мешки с мукой Наломаешь спину А копать землю что? Прогулка? Может быть свободна эта повозка? Хорошо Свободен? Извините Вы свободны? Ваше распоряжение хозяин Куда едем? Домчу вас мигом Отвези нас в порт В порт? Да, Катриэль Контора Линча находится там Увидите ваших друзей Катриэль Катриэль Сын мой На русский язык фильм озвучивали Актеры Людмила Иванова Ирина Маликова Александр Лущик Борис Клюев Режиссер Надежда Еремина Звукорежиссер Владимир Захаров Инженер звукозаписи Дмитрий Солодкий Перевод Ласло Веллиса Директор Лариса Элкснис Сериал Озвучен Студией Наследия По заказу Общественного Российского Челедия Наследия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok